Новые дороги, здания очистные. Депутаты Думы Сургутского района решают проблемы территории. Выездные слушания в муниципальное образование в Думе считают одной из эффективных форм работы. Они имеют высокие результаты, потому как парламентарии, учитывая мнение жителей, четко определяют нужды городских и сельских поселений Сургутского района. Подробности в сюжете наших коллег. В прошлом году депутаты районной Думы приняли 209 решений. В приоритете у народных избранников развитие поселений. В зависимости от этого формируется бюджет, а также распределяются незапланированные доходы. Корректировку казны проводили четыре раза. На что потратить средства определяется после визитов депутатов в населенные пункты. Во время выездных слушаний думцы оценивают ситуацию на местах. При выездных слушаниях мы всегда встречаемся с главами, обсуждаем наиболее наболевшие вопросы. Не так же с жителями. Могу как итог подвести под выездом депутатов в Сытомино. В Сытомино ждут перемены. Первое касается сельских улиц. Депутаты районной думы во время выездных слушаний регулярно получали жалобы местных жителей на плохие дороги. Проезжая часть требовала полной реконструкции и серьезных затрат. В этом году народные избранники направили средства из бюджета района на апгрейд дорожной сети. В этом году на ремонт дорог выделено 62 миллиона и будут отремонтированы три улицы. Это Советская, Комсомольская и Баничная. Это практически самые протяженные улицы. Депутаты держат все вопросы на контроле. Мы постоянно в контакте с жителями и с главами. Кроме того, власти Сытомина получат новый офис. Сейчас сельская администрация находится в местном ЦДИТ. Для чиновников решено построить отдельное быстровозводимое здание. Власти района уже приступили к подготовке проекта. Объем работ там небольшой, потому что модульное здание ставится, монтаж произойдет очень быстро. Поэтому я думаю, в кратчайшие сроки это все сделается. Как закончим проектно-изискательские работы, будет объявлен контракт на закуп модульного здания. Я думаю, это быстро будет. Около трех миллионов рублей получило муниципальное рыбодобывающее предприятие «Восход». Средства поступили для покрытия затрат на вылов рыбы. Вскоре «Восход» сможет перейти на безубыточный уровень. В июле должна завершиться его приватизация. Новая форма собственности позволит участвовать в конкурсах на муниципальные контракты и заниматься непрофильной деятельностью, к примеру, заготовкой дров или уборкой снега и активнее зарабатывать деньги. Весомые финансовые вливания получили и другие поселения района. Для нас важно объективно оценивать нужды поселений в плане строительства новых или реконструкции имеющихся объектов соцсферы, систем коммунальной и дорожной инфраструктуры. В число объектов, на которые мы направили денежные средства, входит реконструкция ВОЗ в Ленторе, это более 232 миллионов рублей, реконструкция автомобильных дорог на Белом Яру. Наиболее крупные суммы депутаты направили также на капремонт шестой школы и реконструкцию станции водоочистки в Ленторе, строительство канализационно-очистных сооружений в Локосово и Сайгатине, спорткомплекса в Ультьягуне и другие объекты. Выездные слушания и встречи с населением народные избранники продолжат после выхода с летних каникул.